Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Пока Бэрон и Дилан смотрят друг на друга, Баран желает, чтобы все это было не на самом деле, Дилан тайно говорит об этом, чтобы Бэрон оставил его. Когда Дилан хочет повернуть назад и уйти, Бэрон говорит, что никуда идти нельзя, этот особняк для меня ничем не отличается от тюрьмы, мне там никогда не нравилось, но Баран говорит, что были моменты, когда я видел тебя очень счастливым в этой тюрьме, нельзя все время быть несчастным. Однако, хотя Дилан говорит, что это была игра, он также мысленно говорит, что между нами тогда не было никакой лжи, и мне пришлось лгать, чтобы защитить тебя. Джихан предлагает эту идею, когда он со своим отцом, дядей и бабушкой организовать ужин, чтобы поднять моральный дух Дилана. Госпожа Азади поддерживает его, говоря, что это было бы здорово. Джихан рассказывает Барану об ужине, но Баран говорит, что Дилан нездоров и хочет отложить его точку, однако, когда Джихан настаивает, что мы можем сделать Нулор, потому что мы даже не смогли поприветствовать мою тетю, он не может нарушить это и соглашается. Леди Азади поручает своему помощнику Кадеру начать приготовление. Когда Джихан просит Барана забрать Дилана из дома, чтобы он не видел приготовлений, Баран соглашается и уходит. Когда Ханифе позвонила своей дочери Дилан и не смогла с ней связаться, она позвонила в особняк и поговорила с Гэжой Кадер, а когда она услышала, что Дилан нездорова и не поехала в медовый месяц, ее отец, брат и тетя забеспокоились о ее. Однако госпожа Кадер говорит, что это небольшая проблема и успокаивает Гэжу Ханифе, но господин Сеет не уверен, что с Диланом все в порядке. Дилан звонит Сабихе и умоляет ее не причинять вред Барану, обещая развестись с ним. Когда госпожа Сабиха говорит, что у нее есть другие просьбы, Дилан кричит, я уже в аду, я живу этим и добиваюсь этого, чего еще вы хотите. В комнату входит Баран. Он спрашивает, с кем ты разговариваешь и забирает телефон из рук Дилана, при этом Сабиха знает об этом. И мой дорогой Дилан слышит, как он говорит, твоя работа в больнице готова, ты можешь начать, когда захочешь. Она очень злится на несанкционированное использование телефона Диланом и его разговор с Сабихой Ханем, бросает телефон на землю, наступает на него и ломает. Когда вы говорите, что больше не можете ни с кем разговаривать без разрешения, Дилан говорит, что вы не можете мне мешать, говорите с кем хотите. Бараан говорит, с этого момента ты встретишь совсем другого Брана, будь готов ко всему, хлопает дверью и уходит. Когда госпожа Азади проверяет кухню и тщательно следит за тем, чтобы сегодня вечером все было идеально, госпожа Кадер, Дилан, добилась всего этого своей любовью. Они говорят с Гулем о том, что даже госпожа Азади влюбляется в нее. Хейлен, который находится с Гэжой Сабихой, звонит Дилану, но она не может до него дозвониться, а не догадывается, что телефон взял Баран. Ферат предупреждает Дерью не расстраивать Гуля, и с этого момента Дерья говорит, я твоя жена, а она служанка в этом доме. Несмотря на то, что Дерья настаивает на том, чтобы присутствовать сегодня на ужине, Ферат злится, потому что ты не можешь присутствовать на этом ужине. Гуль издалека наблюдает за спорным разговором между этими двумя и надеется, что запах скоро выветрится. Дилан грустит из-за того, через что ему пришлось пройти, и постоянно думает о моментах, когда они с Бараном ссорились. Тем временем к нему приходит господин Кудрет и рассказывает, что раньше он наблюдал за этим видом, надеясь, что с ним все будет в порядке, хотя он не мог ни ходить, ни говорить. Джихан говорит Барану, что если бы не Дилан, наш отец, возможно, совсем не был бы хорошим, и просит его забрать Дилана из дома. Господин Кудрет говорит, что когда он болел, все рассказывали мне о своих проблемах, и мне это очень нравилось, я чувствовал, что что-то делаю. Когда Дилан говорит, да, ты тоже выслушала многие мои проблемы, я всегда тебя слушаю. Твой отец всегда с тобой, моя дочь, и держит ее за руку. Затем Джихан и Баран приходят в дом Дилана, Баран говорит, давай прогуляемся, и уводит Дилана из дома. Когда Дилан спрашивает, откуда взялась эта прогулка, Бэрон не хочет говорить, но когда Дилан угрожает вернуться в особняк, если вы не скажете, Бэрон говорит, что они готовят сюрприз к вашему возвращению. Когда Бэрон сказал, я не могу сказать, что человек, возвращению которого вы рады, на самом деле хочет от вас избавиться, Дилан говорит, вы правы, в ужине нет необходимости, я не буду присутствовать на этом ужине. Когда он видит змею, он прыгает на шее Барану и в страхе обнимает его. Когда Джихан видит Дилана и Барана у двери, он паникует. Когда Дилан говорит, я устал, Джихан немного поспит, он расслабляется. Когда Дилан покидает их, Джихан говорит Барану, что вечерний ужин будет очень хорош для всех. Когда Гуль приносит Дилану чай и спрашивает, как у него дела, когда Дилан говорит, что с ним все в порядке и Дерья сегодня пришла в особняк, Гуль говорит, что привыкает к страданиям. Тем временем в комнату приходит Баран и просит Дилана приготовиться к ужину. Когда Дилан говорит, что не пойдет на ужин и что он больше не является членом этой семьи, Баран становится резким, говоря, что нельзя расстраивать мою семью, ты будешь сидеть за этим столом. Они становятся упрямыми друг с другом, и Дилан говорит, я женился на тебе насильно, и говорит, пока ты носишь нашу фамилию Баран, ты будешь уважать мою семью. Когда Дилан пригрозил Барану и сказал, что я всем расскажу, что сбежал от тебя по собственному выбору, Баран сказал, ты будешь продолжать страдать в этом доме, даже если все узнают. После этого разговора они оба плачут в разных местах, и Дилан плачет, говоря, я больше ничего не могу делать, тяжело быть в разлуке, пока я люблю тебя. Баран и Дилан подходят к столу, и когда Дилан говорит, мне все спасибо большое, Баран наклоняется к его уху и говорит, молодец, ты делаешь хороший трюк. За ужином господин Кудрет говорит, что Дилан является незаменимой частью их семьи, и что после долгого времени все сидят за одним столом, и что они всегда будут вместе, пока любят друг друга. Семья, моя дочь. За ужином Дилан молится, я спрошу, как поживают эти люди, Боже, помоги мне. За ужином Гуль спрашивает Ферата, пришла ли Дерья, и когда Ферат говорит, что у него есть работа, Дерья отвечает, надеюсь на это. После того, как у Барана возник небольшой конфликт со своим дядей Хасаном, он говорит, что Дилану есть что вам сказать, и выдвигает Дилана вперед. Дилан, я расстроила тебя из-за своей болезни, спасибо тебе большое за все. Госпожа Азади отвечает, теперь ты часть этой семьи, моя дочь. Джихан хочет сфотографироваться, увековечив этот момент. Он заметил, что Дилан смотрит на Барана во время съемки. Когда Джихан показывает фотографию, госпожа Азади говорит, как вы красиво выглядите, затем Дилан спрашивает разрешение и выходит из-за стола. Пока она плакала в углу, Бэрон подошел к ней и спросил, почему ты мне не сказала, тебе нравилось получать внимание и любовь. Дилан говорит, да, мне понравилось, я буду продолжать в том же духе еще какое-то время. Когда он говорит, тогда возвращайся к столу, мне достаточно скучно, я больше не могу терпеть эту эмоциональность, она просит его пойти в свою комнату. Дилан хочет подышать свежим воздухом в саду, но Бэрон не позволяет этого. Джеври очень неловкая из-за того, что госпожа Мельтем хочет увидеть Ягмура, и она не хочет его показывать. Затем господин Сейд завершает тему, спрашивая, что важно в Ягмуре. Он стучится в дверь Дилана и приглашает его войти, но тот бросает телефон под дверь и исчезает. Дилан понимает, что дома кто-то помогает Сабихе Ханым. Госпожа Сабиха узнает о фотографии, сделанной на ужины, и снова угрожает Даяну, не пытайся играть со мной в игры. Когда человек Барана говорит, что Эмре Дилан хорошо выглядит, Сабиха говорит, что похоже, он тоже не будет хорошим, пока его работа не будет решена. Бэрон просит Эмре провести тщательное расследование и не упустить ни малейшей детали о госпоже Сабихе. Цеврия не может этого вынести, и пока госпожа Мельтем звонит и говорит, что Ягмур не хочет ее видеть, в двери появляется Ягмур. Пока Дилан плачет и говорит, что влюбилась в Барана с первого взгляда и хочет быть с ним до конца жизни, Баран приходит к ней с одеялом, которое Баран купил для нее. Когда Баран видит это в своей руке и говорит, я избавлюсь от этого куска ткани, это просто плохие воспоминания, Баран выбрасывает все картинки и все, что имеет воспоминания, и выбрасывает их тоже. Пока Дилан собирается собрать их все и выбросить в мусор, Баран говорит, не выбрасывайте их, держит его за руку, говорит ему идти и ведет в сад. Дилан говорит, что Ягмур не хочу, чтобы ты или это были здесь, Ягмур не хочу ничего из прошлого. Сказав, я не твоя жена и никогда ею не буду, она берет зажигалку из рук Барана и поджигает их всех. Пока воспоминания горят, они оба думают, как же я тебя забуду. Дилан не может больше этого выносить и заходит внутрь, а Берон не может сдержать слез. Дилан обнимает последние фотографии, оставшиеся в комнате, и продолжает плакать. После того, как Дилан говорит, я не могу оставаться в одной комнате, Берон достает диван из комнаты и говорит, теперь ты будешь спать рядом со мной. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok